Сочи побил все исторические рекорды по заполняемости в зимний сезон. С обсуждения этой главной новости последних дней началось совещание. На данный момент по всему Большому Сочи средства размещения забронированы на 95%. На Красной Поляне свободных мест нет вообще вплоть до 11 января. О многократном увеличении спроса на зимний отдых в Сочи говорили накануне и на заседании правительства страны. Как отметил Дмитрий Казак, все коммунальные службы готовы к приему гостей, а органы внутренних дел переводятся на усиленный режим. Многократно увеличенное количество гостиничных мест, количество посадочных мест в пунктах общественного питания и ресторанах. Тем не менее, спрос сегодня существенно превышает возможности курорта. Чтобы обеспечить безопасность на лыжных трассах при таком количестве отдыхающих, принято решение ввести временные ограничения на продажу ски-пассов тем туристам, которые не будут останавливаться в отелях. Такая схема будет действовать до 11 января. Затем, подчеркнул глава города, все вернется в привычное русло. Более того, цены приятно удивят. Так, максимальная стоимость ски-пассов опустится до полутора тысяч рублей. Дешевле станет для сочинцев и проезд в электричках. Выслуга будет заключаться в следующем. Сочинец, который заплатил 350 рублей за билет, он должен будет его сохранять, а потом приносить в определенное место, которое мы скажем, ему будут компенсировать ту часть, которая будет принята. Понятно, да? Но, может быть, это будет несколько подробов, может быть, это все будет электронами, и все это будет сейчас определяться. Как отметили на планерке, в Сочи и без горнолыжных трасс будет по-настоящему празднично. По всему курорту пройдет более ста мероприятий, в том числе ледовое шоу Илья Вербуха «Мама» – гастроли московского цирка. Не менее насыщена и предновогодняя программа. Первым в списке – парад Дедов Морозов. Они-то и зажгут 25 декабря на площади флага огни главной елки курорта. В этот же день в зимнем театре спектакль «Ромео Джульетта». В воскресенье жители и гостей курорта поздравят байкеры. В мотопробеге примут участие 200 Дедов Морозов. Наконец, за час до Нового года всех ждут на праздничную программу у администрации города. Поддерживать новогоднее настроение горожан будет и праздничная иллюминация. Глава Сочи потребовал, чтобы до 25 декабря был завершен монтаж всех светодиодных конструкций и призвал сочинцев принять участие в большом предновогоднем субботнике, который стартует на курорте в эти выходные. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.